Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров обсудил с руководителями муниципалитетов округа вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Рабочая группа под руководством главы столичной администрации Алексея Латакова представила более 70 инициатив по совершенствованию законодательства и синхронизации программ капитального ремонта и благоустройства. На совещании прозвучали впечатляющие цифры. В прошлом году в регионах ПФО было отремонтировано 11,5 тысяч многоквартирных домов. Более полутора миллиона человек улучшили жилищные условия. Благоустроено более трех тысяч дворовых территорий, реализовано 19 проектов по созданию комфортной городской среды. На эти цели было предусмотрено почти 3 миллиарда рублей, но работы еще немало. Одна из важнейших задач на этот год по-прежнему ремонт коммунальной инфраструктуры. Но порой модернизация системы тормозится недостаточными полномочиями местных властей по определению подрядчиков или выбору материалов. Алексей Латоков подчеркнул, что синхронизация различных программ позволит повысить качество и скорость выполнения таких работ. Руководители столиц субъектов ПФО поделились своим опытом и выступили с инициативой предусмотреть в рамках действующих национальных проектов дополнительные бюджетные средства на реконструкцию изношенной инфраструктуры. Наиболее эффектным результатом работы является совместная реализация программы капитального ремонта дома и благоустройства территорий. Но пока этот показатель в перевозке в федеральном округе составляет около 14%. Есть лучшие практики, где этот показатель 20-25%, где-то это на уровне 3-5%. И перенимая его по других регионам, мы ставим вопрос, как это масштабировать. Ставим также вопрос о замене лифтов. Это глобальная, масштабная, федеральная повестка. Если взять город Чебоксар, у нас 3,5 тысячи лифтов всего. Из них около тысячи имеют износ более 25 лет. Необходимое финансирование – это 3 миллиарда рублей. Когда годовой фонд капитального ремонта города – около 700 миллионов. И все эти средства распределены на другие виды работ. А средств на лифты не хватает. И так же, как и Чебоксары, регионы ставят вопрос о дополнительном финансировании. Предложения участников совещания по наделению субъектов федерации новыми полномочиями уйдут в правительство страны. В их числе – возможность самостоятельно определять состав работ по капремонту, сокращение сроков проведения конкурсных процедур с 35 до 9 дней.